всех приветствую продолжаем знакомиться с интересными людьми и биографии n francis также известной как n lloyd francis американцы и актриса известная своими новаторскими ролями научно-фантастическом фильме запретная планета 1056 года и телевизионном мастерсюжетном драматическом сериале ханти уэст 1966 год запретная планета стала первым цветным высокобюджетным фильмом на научно-фантастическую тематику 9 лет спустя фрэнсис бросила вызов женским стереотипом фильме хани уэст которого она сыграла задорную блондинку частного детектива которая была столь же быстро в подколах как и остроумных острот за свою игру она получила премию золотой глобус и номинацию на премию м я пользуюсь википедии прэнсис была известна основном своими физическими достоинствами включая фирменную родинку возле нижней губы родинка красоты была даже вписана в сценарий одного из ее фильм родилась фрэнсис 16 сентября тысяча тридцатого года в штате нью-йорк пришла в шоу-бизнес ребенком пять лет работала моделью чтобы помочь своей семье во время великой депрессии дебютировала на бродвее в возрасте 11 лет впервые появилось кино фильме на этот раз навсегда 1047 год она играла второстепенные роли в фильмах такие молодые такие плохие ракета мужик сьюзен спала здесь плохой день блэк-роки ее первая главная роль была школьных джунгл 155 год ее самая известная роль в кино является роль альта-иры запретной планете 1656 год классическом научно-фантастическом фильме который был номинирован на премию остров за лучшие спецэффекты в то время ее роли в кино ограничивались мало бюджетными проектами девушка по вызову девушка ночи коварная трофейная жена мозговом штурме 1665 год роль джорджи джеймс забавные девчонки 1668 жена джерри льюиса крючки лески и грузин ну и так далее исключением была ее роль ведущей певички смешной девчонки 1668 года когда ближе к концу 1650-х годов возможности для кино у фрэнсис стали сокращаться она перешла и успешно на телевидении последней ролью фрэнсис на телевидении стала роль фильме тени эпизоде 2004 года сериала без следа фрэнсис была замужем за пилотом военно-воздушных сил сша бэмблитом лоуренсом прайсом младшим с мая 1652 по апрель 1652 года и за робертом абилов с 1660 по 64 год и она никогда больше не выходила замуж после развода с ним у фрэнсиса и абилов была одна дочь эджин элизабет абилов фрэнсис училась летать в конечном итоге получив лицензию пилота куривший большую часть своей взрослой жизни фрэнсис сказал что бросила эту привычку в середине 1980-х но в 2006 году у нее был диагностирован рак легких фрэнсис умерла от осложнений вызванных раком поджелудочной железы 2 января 2011 года в доме престарелых санта-барбаре крифорне и прах был развеян тихом океане но так вкратце у американской актрисе энд фрэнсис известная также как энд лоид пока пока до свидания всего хорошего